В далеком 1948 году родился наш папа Губанов Юрий Тимофеевич. Родился он в Орловской области, в городе Орел. И все свое детство и юность он провел именно там, в Орловской области. В 1967 году папу забирают вреда российской армии, советской армии тогда. И волей судьбы в это время, пока папа служит в армии, наш дедушка, его папа, приезжает в совхоз имени Ленина и устраивается туда на работу. Папа уже возвращается в 1969 году из армии не в Орловскую область, а сюда, в совхоз имени Ленина. И в этом же 1969 году, в декабре 1969 года, он устраивается на работу. В совхоз имени Ленина. Берут его электромонтером третьего разряда в мехмастерские совхоза. Его папа на тот момент, Мафе Никитович, работал заведующим гаража. Ну и, в общем, папа всегда любил очень технику и по образованию он был электрик, поэтому достаточно очень быстро обучился он. И за 70-й год он повышает свою квалификацию сразу до 4-го, потом 5-го и 6-го разряда. И уже в конце 70-го года он переходит на должность электрика в мехмастерские совхоза имени Ленина. И в эти же примерно годы в совхозе начинается строительство Дома культуры, потому что ничего такого, насколько я знаю, не было никогда. И вот с усилиями жителей, сотрудников совхоза, усилиями жителей совхоза, строился замечательный Дворец культуры. Строилось это все, там были огромное количество разных субботников в это время все, как раз строительство и начиналось во время субботников этих. Да, ну насколько я знаю, просто приходили люди сами на общественных таких добровольных началах, помогали строить Дом культуры, чтобы было какое-то классное место, куда можно будет ходить, отдыхать в совхозе имени Ленина. Ну и так получилось, что папа участвовал в строительстве Дома культуры с самого его начала, и можно сказать, что знал каждый уголочек, каждый проводочек Дома культуры, потому что все это прошло через его руки, через его глаза. Да, и с открытия он работал именно в ДК, вот, вместе со своими коллегами, они, скажем так, поднимали культуру совхоза имени Ленина, потому что был такой замечательный музыкальный руководитель совхоза имени Ленина Сергей Астахов, и тогда вот они с папой участие надружили, и я помню, что даже у меня в голове этой памяти осталось, что эта фраза такая, что «Тимофеич, давай будем с тобой поднимать культуру, приучать к хорошей музыке наших жителей, а то что они там непонятно что слушают, непонятно что поют». Да, и тогда был создан, наверное, первый вокально-инструментальный ансамбль совхоза имени Ленина, который отличался таким красивым, по тем временам, репертуаром, это, наверное, был единственный коллектив вообще Московской области, у которого не только была своя хорошая репетиционная база, но и были свои собственные костюмы. Вот папа с этим коллективом, в том числе, и тоже работал какое-то время. Да, первый ДК, он был достаточно очень интересный, и те, кто никогда не видел фотографии того, что было раньше, вот сейчас могут обратить за нами на экране, очень классная фотка, многие даже не знают о считывании того, что там была оркестровая яма, и всех, кто выходил на сцену, всегда предупреждали, аккуратно только туда не упадите, потому что она была достаточно большой, и можно было очень сильно покалечиться, когда ты случайно мог бы туда нырнуть, как говорится. Ну, делалось это все для спектаклей, для больших. Конечно, суфлер стоял, даже суфлерная будка, насколько я помню, была, и суфлер помогал, работал. Ну вот на этой фотке прям большая оркестровая яма, она со временем становилась все меньше, 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 сейчас ее, в принципе, нет, вот, ну, потому что уже новые технологии, и совсем... Ну, внизу, если в подвал залезть, она присутствует. Да, ну вот так получилось, что папа очень много, много времени находился в ДК, и, естественно, мы вот, как дети туда часто бегали, смотрели, что же там происходит, где, почему, тоже все было интересно. Залезть в подвал или подняться на чердак? Да, ну, к этому, я думаю, мы еще вернемся, об этом я обязательно в двух словах еще расскажу. Вот. Пап всегда очень любил технику, обожал машины, и у меня вот в памяти это навсегда останется, как он своему другу по телефону объяснял, как нужно перебрать двигатель на «Жигулях», вот, и поэтому и у нас первая машина была от «Жигули», вот сейчас наша замечательная семья на экране, наш первый автомобиль, на котором мы ездили, это была «Жигули» 11-й модели, вот. Я, например, очень хорошо помню, когда папа приехал в магазин на этой машине, мы поехали кататься по совхозу, катались, он нас забирал от третьего дома, и мы прокатились по старому поселку на Мишнемо. Ну, и вот как-то любовь папы к технике, к автомобилям, его привела в диагностический центр совхоза имени Ленина в начале, по-моему, 80-х годов, он туда переходит на работу, потому что очень ему нравилось двигатели перебирать, что-то делать, ну, и там, честно скажем, зарплата была там немножко побольше, чем в ДК, вот, и папа переходит туда. Направили там выселение? Ну, можно сказать, так, да, переходит туда, и где, в принципе, очень неплохо развивается его карьера, назовем это именно так, потому что, проработав обычным мастером, он потом впоследствии стал начальником мехцеха, был начальником холодной стоянки, и работал потом инженером по технике безопасности, всего совхоза имени Ленина, обучал сотрудников, обучал персонал, вот, ну, и, в общем, с его помощью там проходили все практику, готовились, скажем так, к тому, чтобы все везде на работе было отлично и замечательно. Ну, и в те времена в совхозе была пожарная дружина, назовем ее, ну, или пожарная команда, можно ее так назвать. И она называлась Добровольная пожарная дружина совхоза имени Ленина. Да. Именно так она называлась. И они участвовали, всегда участвовали во всех соревнованиях Ленинского района, и неизменно совхоз попадал в тройку, но чаще всего это было первое место, и такая была гордость совхоза имени Ленина. Ну, а мы гордимся тем, что папа отвечал за эту бригаду, и вот эта пожарная машина, которой там было очень много лет, она была в идеальном просто состоянии, за ней следили. Это был ГАЗ-53 был. Да, да, это был ГАЗ-53, она как раз в мехцехе базировалась, стояла, за ней следили, и она была в отличном состоянии, вот, я думаю, что, конечно, тоже там благодаря папе была именно на ходу всегда. Вот, ну и потом папа так перешел вновь в ДК, в Дом культуры совхоза имени Ленина, после реконструкции его, ну, если я не ошибаюсь, его, по-моему, даже позвала туда Манелис Николаевна, которая была директором ДК на тот момент, она ему предложила... Ну, и был нужен тот человек, который хорошо знает, разбирается во всех нюансах, чтобы заново все не изучать, нужен был человек, который бы был знаком со всеми теми внутренностями самого помещения. Ну, и вот, да, и после, скажем так, капитального ремонта, в этом вот 80-е года были, насколько я помню, что... А, нет, в 80-е года папа перешел, получается, в Мехце, да? Это был 2008 год, 2008, и у меня, по-моему, все поперепуталось, мы это потом вырежем. В 2008 году папа вновь возвращается в Дом культуры совхоза имени Ленина и пригласил его туда директор Дома культуры на тот момент, Манелис Николаевна, который просто был нужен там человек, который бы хорошо знал все помещения, знал, где лежит проводка и так далее и тому подобное. Вот, и он не бросал работу в ЗАО, он, скажем так, совмещал работу в поселке, в ЗАО совхоза имени Ленина и в Доме культуры, и всегда участвовал активно в общественной жизни. Вот на фотографии, как раз на демонстрации они, по-моему, это был день города Видное, куда ездил весь совхоз имени Ленина. Ну, и вот папа такой вот, как знаменосец, там был флагом совхоза имени Ленина. Вот, дружными, встроенными рядами они все проходили по замечательным дорогам города Видное. Ну, и так получилось, что мы очень часто, да, вот в 85 лет совхоза имени Ленина, папа на сцене, здесь он активно уже трудится, помогает, чтобы все четко, все концерты проходили, все выступления, совещания и так далее. Кстати, про концерт очень хорошо помню, в 1982 год, когда был большой рок-фестиваль в Доме культуры. Я лично, будучи маленьким ребенком, приходил на это, смотрел, и тогда очень ярко помню, выступали группа «Браво» и группа «Ронда» с Александром Ивановым. Мне, например, понравилась очень группа «Ронда», а папа говорит, да не ерунда, вот «Браво», вот «Отличный». Это был 1982 год. Огромное количество было зрителей, потому что была такая большая редкость, чтобы в таком большом зале на 600 человек сразу несколько рок-коллективов, на тот момент известные по России «Браво» и «Ронда» приезжали к нам, и все это происходило достаточно часто в Доме культуры. У меня, кстати, другое, еще одно воспоминание есть. Я помню, что как-то было выступление такого цыганского коллектива, большой коллектив цыганский приезжал, и там у барабачика сломалась педаль на бочке, и вот папа во время выступления, я это прекрасно помню, бегал на сцену, прямо у него брал эту педальку, ремонтировал за кулисами, выносил, ставил ему обратно. Ну и опять же, подтверждаю слова Аркадия, действительно полный зал был, битком, места практически не было, вот, и с удовольствием все ходили на культурные мероприятия в Дом культуры совхоза. Вот, ну а мы маленькими, да, правильно Аркаша сказал, часто папе приходили на работу, потому что все было интересно, где, что, как находится, ну и даже удалось побывать в святая святых, да, и в подвальных помещениях, где вот как-то мы на крышу, не на крышу, а на чердачное помещение поднималось, что мне пригодилось сейчас мне в моей жизни, ну вот, потому что, ну так вот, к сожалению, получилось, что папу мы два года назад потеряли, и тогда я пришел к директору и просто сказал сразу свою, что, ну если вы не против, я готов, как бы, помочь вам в каких-то вопросах, да, и вот остаться на папиной должности, вот, потому что у меня были свободные дни, когда я мог себя посвящать, и в том числе Дом культуры, вот, и так начал я работать, скажем так, перехватил эстафету у папы и официально работаю в замечательном Дом культуры совхоза имени Ленина. Ну, здесь Саша официально работает, да, я, в основном, меня привлекают на подхвате, на помощь, когда что-то нужно делать, да, такого, как фриланс сотрудника, где-то помогать в каких-то крупных мероприятиях или каких-то интересных событиях, соответственно, я там свой вклад вношу тоже по мере своих возможностей и необходимостей. Ну, как-то нам папа в свое время привил, вот, любовь к музыке привил, любовь к сцене, поэтому мы на сегодняшний день работаем оба ведущими, вот, и в том числе и в Доме культуры на всех мероприятиях я сейчас помогаю в качестве ведущего, вот, с удовольствием это все делаю, на благо детишек, которые занимаются у нас в нашем замечательном культурном центре, поселка совхоза имени Ленина. Ну, и вот то, что маленьким побывал в ДК, очень даже пригодилось, вроде так никогда не подумаешь, что эти детские воспоминания тебя могут где-то там повезти, на самом деле вели очень, и очень круто вели, и очень здорово помогли. Недавно мы делали, скажем так, ребрендинг Дома культуры, новую инсталляцию по звуку, по свету, экран замечательный у нас появился, в общем, все сделали по последнему слову техники, чтобы все действительно у нас было великолепно, классно, замечательно, и сталкивались с некоторыми вопросами, там, допустим, по инсталляции, а где вообще проложено все, где вот эта коммутация и так далее, здесь я просто благодаря своим детским воспоминаниям говорил, о, так вот там можно подняться, да, и вот под крышей там вот эти вот идут провода, только вот здесь можно ходить, здесь нельзя, действительно, вот детская память привела туда, куда нужно, вот, и это нам даже помогло, вот, сделать сейчас то, что на данный момент в культурном центре, в Доме культуры находится, ну, и я думаю, что все это мы будем, конечно, развивать с большим удовольствием, да, и вот... Продолжать дело то, чтобы папина фамилия звучала по-прежнему в совхозе красиво и ярко. Да, я, ну, вот я всегда буду вспоминать, что когда вот мы папу потеряли, да, и я звонил всем его друзьям просто по телефонной книжке, вот, чтобы пригласить, попрощаться с ним, вот, и все они в один голос сказали, что, ребята, вот, у вас действительно замечательный папа был, у него было очень много друзей, у него действительно были большие связи, он всегда бескорыстно всем помогал, работал, вот, и очень много добрых слов я услышал именно о папе и в этот момент я понял, что вот именно так и нужно жить в этой жизни, да, делать добро, вот, и поэтому оно всегда к тебе возвращается, вот, поэтому папа занимался культурной жизнью в поселке Совхозный Ленин, и мы с удовольствием эту стафету берем в свои руки. Пап, сейчас ты говорил, вот такая фраза была, когда случилась какая-то проблема, или что-то нужно было там решить или сделать, он все время говорил одну и ту же фразу, все разберемся, да, сейчас разберемся, любимая фраза была, сейчас все разберемся, вот, и мы только за что, если наши дети тоже каким-то образом будут связаны с Домом культуры, но сейчас они действительно связаны, у Аркадия дочка занимается вокалом, у меня мой сын, рисованием, рисованием, в том числе, да, у меня мой сын периодически приходит, помогает нам во время мероприятий, и тоже вот так, как фрилансер какой-то, да, где-то пока вот там работник за кулисью, назовем это и мента, где-то что-то преподнести, что-то поднести, там, баннер повесить и так далее, ну, просто сам рвется, говорит, пап, давай тебе помогу, вот, и он прекрасно знает, чем занимался его дедушка, где он работал, вот, и мы с удовольствием продолжаем вот эту династию, которая есть в нашей семье, династия, которая связана с Совхозом имени Ленина, вот, наш дедушка работал, наш папа работал, мы с удовольствием тоже работаем здесь.